Министр обороны Великобритании Гранд Шапс, который только недавно занял этот пост, заявил, что британские войска впервые будут размещены в Украине. Эти планы сейчас оговариваются с военным руководством страны. По его словам, он вел переговоры с руководством британской армии по поводу того, чтобы перенести официальную программу обучения украинских воинов под руководством Великобритании непосредственно в Украину. Вскоре после этого заявления Шапса прозвучало заявление и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он заявил следующее. Возможность тренировок британскими инструкторами украинских военных на территории Украины – это планы не для здесь и сейчас, а британские военные не будут воевать в Украине. Вроде бы как есть некое разногласие, хотя на самом деле, по-моему, никаких разногласий в этих заявлениях нет. Вероятно, нужно лучше знать контекст. В этом разобраться нам сейчас поможет Станислав Желиховский, кандидат политических наук и эксперт-международник. Станислав, рада приветствовать. Здравствуйте. Приветствую, студия. Прокомментируйте, пожалуйста. Мы хотим понять ситуацию. Действительно, тут довольно-таки интересная ситуация и информация несколько противоречивая. С одной стороны, новый министр обороны Великобритании Гранд Шепс заявил, что британские войска впервые будут размещены в Украине, в частности, чтобы не полагаться на базы Великобритании и других членов Североатлантического альянса. С другой стороны, премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг слова Гранда Шепса и, собственно говоря, он сказал, что, возможно, в будущем и будут размещены войска, но не сейчас и тем более они не будут отправлены воевать в нынешнем конфликте. Тут можно трактовать по-разному, но, мне кажется, ответ все-таки есть. Дело в том, что этими днями во время официального визита в Украину министра обороны Великобритании Гранда Шепса одной из тем переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским была совместная декларация о поддержке Украины, принятая странами группы Семин на Вильнюсском саммите НАТО. И тогда Зеленский и Шепс обсудили начало переговоров о заключении отдельного двустороннего соглашения по гарантиям в сфере безопасности для Украины. Мне кажется, что именно это, скорее всего, имел в виду новый глава Минобороны Британии, уже когда, собственно говоря, будет подписано соглашение. И не исключаю, что там и будет предусмотрено размещение войск Великобритании на территории Украины. И мне кажется, что это соглашение будет по японской модели, которая предусматривает размещение американских войск на территории Японии. И там их количество приблизительно 55 тысяч. Поэтому я не исключаю, что, возможно, они взяли эту матрицу. Ну, по крайней мере, они пытаются сейчас ее разработать. А не так, как, например, говорится о том, что возможные гарантии безопасности от США в Украине будут по израильской модели. То есть, скорее всего, даже если брать совместную декларацию поддержки, которая была принята в Вильнюсе, те соглашения, которые будут на ее основе, они будут иметь разные, скажем, типы и разные формы. И поэтому можно говорить, что мы увидим совершенно различные подходы в контексте того, как помочь Украине защитить себя. Особенно во время ее, скажем, пути к Североатлантическому альянсу. И мне кажется, что это была бы действительно очень удачная модель, именно имеется в виду японский вариант. Потому что тут, скажем, были бы еще более, скажем, сильные связи между странами. И также это бы способствовало тому, что если бы у нас были бы, например, базы с британскими военными, это, конечно бы, во-первых, улучшило бы нашу логистику и возможность совместного обучения. А во-вторых, это был бы дополнительный аргумент для такой страны, как Российская Федерация, что все-таки на территории Украины есть войска альянса, которые, скажем, считаются одними из самых боеспособных на всем земном шаре. Так как мы понимаем, что британские войска прошли много горячих точек, и у них очень хорошее обучение, много различных технологий у них есть, также военных. И поэтому я думаю, что, возможно, в этом контексте и говорил Гранд Шепс, просто, скажем, трактовка этих заявлений была, скажем, несколько размазанной. Ну, а, собственно говоря, премьер-министр Алишер Сунок внес коррективы. Ну, это такое мое мнение, судя по тем данным, которые сейчас имеются. Станислав, вот такой еще вопрос. Сегодня в Украине будет особенное событие происходить. В Киеве начинается заседание Совета Министров Европейского Союза по иностранным делам, который является первой в истории встречи представителей министерств всех 27 государств, членов Альянса за пределами Евросоюза. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, чем эта встреча может закончиться, какие темы будут обсуждать и что будет обсуждаться в первую очередь? Ну, скажем так, если, например, мы только что говорили о контексте интеграции Украины в Северо-Атлантический Альянс, то это уже контекст интеграции Украины в Европейский Союз. И это очень хорошо, что именно такое заседание будет проходить на территории Украины, так как мы должны понимать, что сейчас в эти месяцы, скажем, решалось и еще до сих пор обсуждается, то перейдет ли Украина на новый этап европейской интеграции. И тут стоит понимать, что Украина работала над семью критериями для того, чтобы начать переговоры о вступлении. Я думаю, что эта тема может быть одной из ключевых. На таком заседании также, возможно, будут какие-то предварительные выводы по поводу того, прошла ли в достаточной мере Украина эти задания, выполнила ли их, и можно ли вообще говорить о каких-то сроках, скажем, присоединения Украины к Европейскому Союзу. Ну, а также, я думаю, что будет также обговариваться и помощь Украине, и финансовая, и гуманитарная, и тому подобное. То есть, скажем, тут будет большой охват тем, и я думаю, что мы услышим много позитивных сигналов от наших европейских партнеров. И это также, как и в ситуации, о которой мы говорили, с возможным размещением войск на территорию Украины, это также такой же сигнал России, только уже в контексте евроинтеграции. То есть, они нас видят полноправным будущим членом Европейского Союза, то есть, неотъемлемой частью западного мира. И вот эти вот месседжи, которые идут, это очень благоприятно именно для нас. И это должно, скажем, позитивно отразиться на нашей стране, особенно после завершения боевых действий. Тут можно взять и контекст восстановления Украины, проведения дополнительных реформ, которые уже будут нужны именно уже на пути к членству в Европейском Союзе. То есть, скажем так, это довольно-таки серьезные шаги, очень важные мероприятия. И я думаю, что, скажем так, можно будет уже по их итогам также и прогнозировать, как дальше мы сможем, скажем, сотрудничать, как на национальном уровне, имеется в виду между Украиной и Европейским Союзом, а также и с отдельными государствами, членами Европейского Союза. А как на процесс оказания Украине помощи влияют все вышеперечисленные процессы? То есть, процесс интеграции Украины в Европейский Союз, процесс слияния с Североатлантическим Альянсом, внутренние процессы непосредственно в самих государствах, в Соединенных Штатах Америки, например, где вынуждены пойти на определенные экономические шаги, которые, в свою очередь, не включают в себя предоставление помощи Украине? Ну, если брать, скажем, внутреннеполитические процессы, то тут стоит понимать, что есть иногда разногласия среди тех или иных представителей власти, различных политических сил, и США – это один из таких ярких примеров, потому что мы должны понимать, что эта страна вступает в финишную прямую перед выборами, как президентскими, так и в Конгресс, и поэтому я думаю, что временные меры были вынуждены тогда принять, имеется в виду бюджет на 45 дней, чтобы работали все учреждения, которые отвечают за функционирование государства, и, к сожалению, тогда вынуждены были пойти на компромиссы относительно помощи Украине, но я думаю, что это пока что временная мера, чтобы, скажем, не остановить тех процессов, которые были, в частности, работу Пентагона, и это тоже стоит понимать, потому что там и обучаются наши военные на территории США, и предоставляется помощь, чтобы не было заморозки в этом контексте, но я думаю, что когда уже будет продолжать работать Конгресс, все-таки будут приняты решения по отношению к дополнительной помощи Украине. Также это касается и других стран, но мы должны понимать, что от политики никуда не деться, это искусство компромиссов, и поэтому я думаю, что будут находиться возможности помочь Украине дополнительно, и я думаю, что те события, которые будут, в частности, то мероприятие, которое будет на территории Украины происходить, это очень важный шаг. Я думаю, что также и будут вестись переговоры по двусторонним гарантиям безопасности, это не только кейс Великобритании, но и других подписантов совместной декларации в Вильнюсе. Но это все, еще раз говорю, это очень большой индикатор того, что западный мир видит Украину неотъемлемой своей частью, а это значит, что Российская Федерация уже не сможет влиять ни на внутренние процессы в Украине, ни на ее внешние сношения со всеми странами свободного мира. Спасибо большое, Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, большой друг нашего телеканала, был в эфире канала Фрид. Спасибо вам большое.